Девушки отдыхают Давайте знакомимся Я приехал на передачу Давай поженимся Найти свою богиню Для своего лучшего дома И со мной приехал Валентин Валентин 72 года Первая жена изменяла ему Вторая не подпускала близко к телу А третья не смогла поддержать в трудную минуту Валентин военный летчик в отставке На пенсии зарабатывает тем Что кладет печи по индивидуальному дизайну И строит дома с узорной мозаикой Гордится титулом чемпиона по пулевой стрельбе И первым местом в конкурсе Лучший усадебный дом Мечтает построить фонтан в родном городе Предупреждает, что никогда не покупает продукты в магазинах Валентин готов принимать конструктивную критику В свой адрес Но не потерпит того, чтобы женщина им командовала Его избранница должна быть сексуальной В меру пьющей барышней Которая не побоится испортить маникюр на огороде И намочить ноги в озере Здравствуйте, Валентин и Валентин Здравствуйте, что это так дивно пахнет И сводит меня с ума Что это? Это с нашего озера рыба У нас белое озеро 60 километров длина 40 ширина Второе место в мире занимает по вкусу рыбы Боже мой, Валентин Это что, подарок я буду считать? Подарок для таких дам Красиво Боже, какая прелесть Скажите, сами ловили? Сам ловил, сам копчу Ты любишь рыбу, Галя? Обожаю Вот он тебе будет рыбу Рыбу просто обожаю, кстати Рыбу тебе ловить, коптить А где-то у вас там ручки что-то там Не пивко, нет, прихватил с собой Еще Напиток Боже Напиток у меня такой вообще Я с этого, благодаря этому напитку, значит Жив до сих пор Жив до сих пор Мой напиток не запиваются, не закусываются Нет, расскажите сначала из чего? Это у нас же в Белогерске Супшина-то кино снимали А Калина Красная кино-то популярное Да Ой, слушай Давай поженимся Вам на 5 минут Так мне с вами каплю одну можно, нет? Да, давай Давай Такими женщинами Заодно проверено, знаете Я принимаю по 20 грамм только Умеют уговаривать, да? Да Ну давайте, будем здоровы Только по глоточку Еще вылечивать, девочки И чтобы у вас сегодня все удалось И чтобы у Шляхи-то не один Дедушка хороший Да, хороший Дедушка хороший Как так получилось, что у вас у такого голубоглазого, прекрасного мужчины Первая жена вдруг загуляла? Как такое вообще возможно? Она очень ревнимая была Она мне прохода не давала, честное слово Ты с этой, ты с этой Я мальчиком на ней женился Первый раз попробовал в скирде В сене Мне так понравилось И женился? Я ни разу ее не изменил за 5 лет Она меня пилила день и ночь Милая, а ведь выяснилось-то, что когда она замуж за вас вышла Она была беременная Да, и она была беременная уже Я-то не знал вот этого У нее парень был, он хотел на ней жениться Но я приехал с армии Он на танцы пошел, она мне не отказала Сразу пошла Тут меня поколотить хотели, значит Боксер подошел Ударил, я отвернулся Я ее через себя кинул Мы с ней в скирду и убежали И убежали, молодец Валентин, а как ваша мама-то не сказала? Валя, ты что, дурак, что ли? В ней дитя развивается от другого мужчины У меня другая мама Вот породи, живи с одной, так говорит На всех хватит там Но я знаю, что вы бы и терпели бы ее измены Я терпел бы, честно Я женщине никогда не ревную Можно согрешить, ничего страшного нет Как это? Не, ну напрямую-то нельзя А что у вас? Она говорит, раз ты гуляешь, и я пойду Ой, дураки, ну понятно Я мальчиком у нее был Пять лет прожил, ни с кем не согрешил Мне на нос вешали, я не брал Еще бы, такой красавец Зачем брать? Ну да Валентин, а чего же вы ей не просили? Слушай, мы не мешаем с Розой А то мы все делаем Такой простой мужчина, да? Наш, наш Галя, наш, да, мужик Наш мужик северный Да Мне на 50% как Василису нужно найти, честно Хорошо Но я замужем, и я сильно моложе, чем та женщина, которая вам нужна Не, ну на 50% похожую на Вас Нет, он и хочет такую, как ты, твой возраст 50-57 лет А тебе, ну, чуть-чуть меньше, господи А лет на 37, да Валентин, а чего же вы ей не просили-то тогда? Если даже измену прощали бы Потому что, ну, я же такой деловой Команди приехал, другого гарнизона он тут был Я вас забираю обеих, даю квартиру вам Все для вас, только соглашайся Я говорю, у меня жена что-то бегает Так я говорю, я все равно забираю Он мне дал там квартиру И все, я потом там встретил одну девочку С катера выхожу, и она выходит Такая козочка Я посмотрел спереди и сзади Козочка, какая прелесть И задок, и передок хороший Думаю, надо поработать Поработал? И мы с ней, а она девочка еще не трогана А у меня девочек не было, конечно Ага Ну и я сразу и женился через месяц А сколько лет это было тогда? 22 дней Тогда мне это 33 было, а я ей 22 Ну, он меня покорил, потому что он ковбой Ковбой, объезжает кобылиц А с ней не удалось что? Ну, в постели была нетемпераментная Ей не надо было мужчину Она плакала подо мной А что ж так? Но терпела Говорит, я обязана так Бедная Ничего страшного Я им все квартиры оставлял Она сейчас замуж, что вышла? Я уходил все в солдатском, военном Молодец, Валентин Меня слушайте вопрос им, любимый Она замуж не вышла, не устроила жизнь? Нет, она у меня разрешение спрашивала Можно мне замуж? Я говорю, конечно, Машенька можно Почему нельзя-то? Вышла, вот пожила, сейчас разошлась Тоже с ним Тоже, небось, проплакала А третья? А третья, ну, у нас тоже такая была Начальник большой был, значит Ну, и это Все командовала Я тоже военный Я не люблю, когда команда С работы пришел 20 грамм я вот это принимал только А ей уже сразу алкоголик Ему пьяница скоро Час возьму, бутылку выкину И вот вас однажды попросили там что-то сделать на ее работе с крышей, да? Все это сделали А эти военные написали на меня в суд А раньше военным ни в коем случае нельзя было Подрабатывать Но я же во время отпуска сделал И все меня И она могла бы, кстати, вступиться Я из-за этого я ушел, конечно Нельзя так Что бы ни происходило Жена должна быть на стороне мужа А муж на стороне жены Обязательно Тогда все будет хорошо Я всех поддерживаю с вашим мужем Это правильно Честно говоря, я их всех поддерживаю Просто так получила Женщина свойственна, да? А зачем сейчас жениться, Валентин? Жениться? Ну-ка, мне нужна вы Что я не могу без женщин А зачем она вам? А как зачем? Романтикой заниматься зачем? Это про какую романтику? Рыба ловить Романтикой это все входит Некрасивое слово секс называется Ковбой американский Ковбой американский Потому что американский Что из какого-нибудь Просто выучился Запада дикого Дикого запада Валентин, я так понимаю, что вы Только в своем городе можете остаться, да? Если жена, допустим, из Москвы будет Только в своем городе У меня такой красивый город, вы что? А, то есть, значит, к вам Жена к вам должна поехать Да, только, конечно Значит, держать ее особо Если еще не должно Какой дом? Девья не ехать-то А есть возможность показать Какой дом-то у вас? А сколько у него интересна пенсия? Неинтересно Мелковат дом-то А сколько этажей? Дальше ремок Ну, это красиво очень А этажей сколько? На втором этаже комната для богини Комната? Это что значит? Да, как такой шатер красивый Совершенно нереальный Ой, смотри, как он делает Для богини Вот Для богини Он видишь уже, как он позиционирует Женщины в самоводине Ты понимаешь? Ты понимаешь? Таких мужчин очень мало, на самом деле А что такой маленький-то? 8 на 8 Почему маленький-то? Он кажется маленький Ну, какой маленький? Хорошо, так его же протопить надо Надо его с нами за ним ухаживать Чего ему одного? А сколько у вас территории-то гектаров? Есть 6 соток Через глаза хватает тоже А сколько квадратных метров Вот эта эротическая комната? Да что, 8 на 8 Считайте сколько Я по параметрам не пройду Он расширит В шатер Там же нужно будет возлегать Валентина, вот смотрите Приедет к вам женщина А если у нее будут дети от другого брака? От другого брака, ну и что? Возьмите сюда детей Научим ее, специалист будет, как и я Мастер Ведь ей придется ездить к своим близким Если она из другого города Ну и что, что ездить? Главное, чтобы она согласилась там жить В таком теренке Я честно говорю, я никуда не поеду Я летал на самолетах Весь Союз летал лучше Белозерска, конечно Валенька, он уезжать оттуда не хочет Это принципиально для него А, ну так, да А с другой стороны, с другой стороны Мужчина всегда к себе в дом брал женщину Конечно И это правильно Потому что что это он, получается Альфонстрюк бегает, да, там по женщине квартиры? А если она вот будет периодически жаловаться на ту самую головную боль? Головную боль, а больше у нее проблемы нет Мы будем заниматься день и ночь с ней Если у нас шевелится Так вот я и говорю, что если вместо этого у нее голова болеть будет Бросьте ее, как вторую жену Роза, надо, чтобы у нее такая была, шевелилась И все, ходу нам ходило у нее Боль, значит, такое нужно Не подходит, Наталья Да, какая-то слишком вяленькая для него Я уже поняла, что вы на многое готовы закрывать глаза Главное, чтобы она была вам, как женщина милая, не отказывала Конечно Нет, мне это все-таки не так важно Главное, духовное общение Главное, чтобы заботился всегда о себе, да? Да, духовная пища, чтобы была Валентина, чтобы не говорили мужчины в вашем возрасте про сексуальную активность О душе подумать надо Я так считаю Поэтому я бы рекомендовала бы, как сваха Женщину тихую, спокойную, заботливую Потому что, внимание, вам сейчас хорохоритесь, извините А к зиме-то и радикулит простреляют Ну-ка, у меня никогда ничего не будет Да ладно Я с Розой согласна За вас не укаживать надо Я вам упражнение покажу, вы будете делать Никакой актив Покажите упражнение Он без комплексов Ой, какой хороший А то бы из мужчин при всех влюбся на пол Вот смотрите, вот так вот Смотрим И крутите, во Полезное упражнение Возьмогу На коврике, на коврике А потом вот так, минуту, минуту Можно и бой А потом вот так, во Молодец Тоже минуты и бой Но тут скользко Надо на коврике, понимаете Валь Вот это упражнение будете делать Вы будете бегом бегать Он очень активный Девочки, он очень активный Да-да-да-да-да-да-да Я массаж сам делаю красивый Хорошо, а что звезды там кого советуют? Звезды говорят, что нужна женщина Скользит, понимаете, правильно не показать Любимая ваша сейчас говорит Красавица Красавица Спасибо Расскажите про меня Давайте не про вас все-таки А про женщину Которую нужно искать Водная нужна особо Очень нежная Очень ранимая То есть очень эмоциональная А с другой стороны Не говорю уже про сексуальную сторону дела А с другой стороны Нужна достаточно стойкая И способная Ну, передавать мужчине первенство И закрыть глаза где-то на упорство И на твердолобость, Валентина Нет, ну я упираюсь, чтобы тогда, когда считаешься Валентин А так нет Я все для женщин Я хочу сказать В жизни все непросто Не просто так у вас было Три брака И вы на меня произвели, конечно, потрясающее впечатление Вы очень хорошо выглядите Вы в хорошей форме Но для того, чтобы женщина вас полюбила Этого недостаточно Мне кажется, вам нужно научиться Слушать не только себя Но и женщину, которая будет рядом с вами Попытайтесь иногда женщину слышать Что она говорит Чего она хочет Вы не всегда правы Просто поверьте в это Что вы не всегда правы Вот и все Будьте уступчивы Потому что в этом возрасте По-другому уже никак не получится Вам придет взрослая, зрелая Поэтому закрывайте нам многое глаза После рекламы У нашего жениха состоится первое свидание Не пропустите Вы смотрите Давай поженимся У нас в студии Валентин Идите знакомьтесь с первой невестой Удачи! Здравствуйте, Валентин Меня зовут Ольга Я приехала из города Архангельска Я очень рада нашему знакомству И хочу подарить вам птице счастье Спасибо, красавица Надеюсь, она вам принесет счастье Спасибо, красавица Спасибо Ну, по-моему, она ему не понравилась Однозначно У него глаза как-то сухие А мне кажется, приятная она Нет, не в его вкусе, это точно Здравствуйте Здравствуйте Я бы хотела из нашего города Архангельска Передать вам привет И подарить такие уже тоже маленькие птицы счастья Это приятно Спасибо Пожалуйста, Лариса Спасибо, дорогая Пожалуйста, дорогая Спасибо Ну, ты лучший, Галь Несомненно Несомненно Я не сомневалась Вот она как-то немножечко простоват Не, ну я шучу, конечно Ну, нормальная женщина, не выдумывается Обычная женщина, а ты у нас очень элегантная Да Ну, чтобы узнать вас еще лучше, давайте посмотрим на экран АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга, 57 лет Пенсионерка Работала заместителем директора по хозяйственной части в ВУЗе Гордится тем, что умеет строгать, пилить и забивать гвозди Мечтает, чтобы ее внук стал летчиком Предупреждает, что не готова заниматься сексом каждый день Простила мужу измену и несколько месяцев старалась не обращать внимание на то, что супруг называл ее чужим именем Когда терпение иссякло, подала на развод Надеется, что с Валентином она забудет об унижении Скажите, вы вот такая нерешительная, что-то вы все тянули Это же характер или так, воспитали, мама Мне кажется, потому что я его любила Жили мы хорошо У нас вроде бы было все в порядке, достаток Дети, мальчик, девочка, квартира, машина Все работают Все было как бы около дела Но я так поняла, что прожив уже почти 20 лет вместе Наверное, какое-то... Олечка, чего там скрывать? Вы не очень любили вот то самое, о чем говорил Валентин Романтические, а не очень любила Которые без этого жизни не мыслят В общем, часто у вас болела голова, было плохое настроение Ну, может быть Ну, в общем-то, вы не первая, не последняя Ну, дело в том, что еще он... Значит, он вас называл другим именем, да? Было немножко не так Во-первых, он был очень симпатичный, действительно Он по 2 метра ростом, очень высокий Симпатичный джентльмен И вот нашлась девушка, которая его увлекла И я стала замечать... У которой не болела голова, всем на заметку Да Умни, ну дай Бабушка говорила Ну, конечно, она видела, потом она узнала, что у нас семья Все-таки у нас был достаток Ну, конечно Ей, наверное, захотелось то же самое иметь Квартиру, машину И вы его отпустили с миром? Я его отпустила, да Но мне кажется, она такая интеллигентная Молодится она вот чересчур для своего возраста, вот если честно Ну, это мое мнение Ну, потому что она одинокая женщина Она хочет найти свое счастье В общем, он год погулял и потом вернулся, да, к вам? Да, он вернулся, мы прожили полгода Как муж и жена Вы его не пилили, не попрекали? Нет Там чуть что, иди к молодой Нет, нет, я думала, что я справлюсь с этим Я очень думала и надеялась, что я справлюсь Ну, ходили, небось, все время со слезой на глазах Ну, мне было, да Я однажды он назвал меня другим именем Понятно Да И вот в этот самый период он вас называл Леночкой Да А вам Леночкой быть надоело, да? И я сказала, что вместе мы жить не будем Хорошо, а когда он к вам нарисовался вдруг с идеей, что хорошо бы жить вместе Давай-ка купим в Испании квартирку Ну, вот он поменял работу, он стал заниматься бизнесом И поскольку дети уже подрастали Сын женился, у него появился ребенок Он жил на съемной квартире Мы жили с дочерью в большой четырехкомнатной квартире И он сделал такое предложение Давай, значит, мы продадим эту квартиру Я заработаю денег и купим всем по квартире И вот к вам приходит чужой человек, который вас два раза предал И вы говорите, давай Но, к сожалению, мужчины сейчас много таких, которые предают А как потом такого простить? А Толю? Он пропал с этими деньгами? Он пропал Может быть, его с этими деньгами где-то приговорили? Я не знаю Потом я узнала, что у него были большие долги перед банком Еще какие-то долги Ну, Серд, как подсказывает? В живой он нет? Или где-то скрывается? Я думаю, что он не мог так поступить с нами А сколько лет уже его нет? Двенадцать Ну, то есть проявился бы как-то, да? Я думаю, что да А так вы сейчас где живете? Такая судьба страшная Я купила новую квартиру Ну, отчаянные женщины русские Они могут все начать с ноля Оля, я думаю, дети взрослые Вас не очень-то держат что-то в Архангельском, да? Если позовет вас Валентин Если у вас все сложится А, кстати, по одной ветке там вроде как-то далеко Да, мы мимо Поедете запросто? Видишь, Валентин понравился Она бы с ним поехала У нас Валентин половой гигант По кличке неутомимый Вот это меня смущает Вот это меня смущает Ну, хотя бы год за ручку надо походить Чего ж так сразу-то? Если активный он такой, что ему тебе? Сомневаюсь я, однако Ведь у вас же любовник был на 17 лет моложе А извините, вот этим не хочу, не буду, голова болит Ну, это были Что скрываете? Это были другие Потому что наш женишок не моложе вас, а старше намного Поэтому не подходит И вы всякую тут придумочку Я ничего не придумочку Там был молодой человек, он один раз меня обнял И я поняла, что я от него больше не оторвусь А он был женат, и у него был ребенок? А это было как месть? Нет, это было чувство Мы же не жили вместе Ну, с другой стороны, у кого не было любовника в этой жизни? Ладно Нет, я к чему говорю? Может, она вот темпераментная А просто можно не скрывать? Ну, от ней болит голова, с другими нет Ты вот для кого сейчас нарастила себе четвертый номер? Как для себя? Это же хорошо, когда охота, конечно Романтикой заниматься любите, нет? Романтикой, конечно Для ягодами Он ведет секс А, романтика для вас это секс? А я считала, романтика это встречать восход Провожать закат Любоваться, держаться за ручки Для женщин все верно А вот у мужчин все совсем другое Олечка, а есть какие-то принципиальные вопросы? И у вас, Валюш, пообщайтесь, пожалуйста Ну, я говорю, романтика, вот грибы собирать, ягоды собирать Да, я люблю лес На рыбалку ездить Да Купаться каждое утро или каждый вечер ходить на озеро На озеро, да Да Ну, а я вообще предпочитаю море, конечно Олечка, покажите, что вы приготовили, Валентина Да АПЛОДИСМЕНТЫ Ты посмотри, как он танцует хорошо Да что ты, обалдеть Ты хороша Спасибо Браво Спасибо Браво Ну, молодец Девочки, я в восхищении от подруги, от вашей АПЛОДИСМЕНТЫ Я немножко воловалась Конечно Ну, Оля, конечно, женщина броская, красивая, стройная Но мне кажется, что Валентину она не подходит Почему? В нем очень много энергии А Ольга? У нее очень много энергии Ольга тоже, как бы, производит впечатление А возраст не смущает? Ну, я имею в виду, очень взрослая женщина Да, взрослая Просто не хочется говорить, что старая Валентин, 15 лет разница в возрасте, я считаю, большая Прелестная Ольга меня очаровала, потому что редко такая женщина и одна Восхитительная, красивая, подвижная, умница, мягкая Да, да, красивая Как она себя держит, красивая Я ничего, я тоже пятерку ставлю, конечно Ой, да ладно, послушай Да что не говорить Они по-разному, как говорит наш герой, шевелятся Он шевелится, как самец Вот сюрприз, да? Как самец в период брачных игр А она ему без зарядки Я думаю, что ему понравилась зарядка Так он мне что? Да, Оля, вообще, конечно, он мне очень понравился Но он мне показался очень озабоченным, если честно Женщина замечательная, всерьез Ольга явила нам, на самом деле, очень сложный пример такой человеческой драмы У нее несколько планет в знаке Рак и Луна в соединении с Юпитером Она ценила мужа как семью, прежде всего Она мужа ощущала как родственника И поэтому приняла его еще раз И поэтому согласилась на этот безумный план с разменом квартиры А мужчина не родственник А мужчина не родственник И сейчас ей нужен мужчина, с которым она будет строить отношения не как с семьей, а как с мужчиной Мне кажется, что ей нужен ровесник, я в этом абсолютно уверена Или мужчина чуть-чуть постарше С которым будут сходные интересы Мы с ним разные Да? Ты думаешь? У нас очень много общего, но вместе вам не будет Идите знакомьтесь со второй невестой Здравствуйте, Валентин Мне очень приятно с вами познакомиться Побороться за вас Я оптимистически очень настроена И надеюсь на самое лучшее Спасибо Он даже и испугался Он испугался просто Шок Вот это на плечо и... Такую Галину, мне кажется Нациновал, да? Давайте на вас посмотрим Галина, 48 лет Ассистент стоматолога Гордится своим терпением и выдержкой Мечтает жить на берегу водоема Петь в церковном хоре И приобрести абонемент в фитнес-клуб Первый муж обокрал Галину Второй оказался запойным А третий просто сошел с ума Надеется, что с Валентином ей повезет Галина, дорогая Вот про таких, как вы говорят 33 несчастья И все ваши Точно, да Может быть, вы такая женщина торопливая Поспешно делаете выводы Что мужчина случайный в вашей жизни ваш Вот давайте с первого начнем С мужа Первый муж мой Это отец моей дочери Единственной моей дочери Ну, все было по молодости В общем, любовь безумная Я студентка училища Мусоргского Он на Ленфильме Каскадер А, вы питерская? Я не питерская Я училась там Девочка, которая со мной училась Я на четвертом курсе уже была А она на первом курсе Родила от него ребенка Пока я была в академическом отпуске Нет, вы всегда изменяете Мне вообще никогда не изменяли Мы просто ушли все Ну, мы расстались И на много лет На много-много-много лет Прошли годы Там Выше 16 лет прошло Да, с ребенком уже Жила в Москве И вдруг он нарисовался И вдруг он мне звонит Это нужно было найти мой телефон Ну, в общем, через каких-то знакомых А чего хотел-то? Ну, он приезжает в Москву Можно я у вас останусь? Я знаю, что вы живете вдвоем с Беллой А как дочка его встретила? Никак Она мне сказала Мама, я тебе не советую это делать Столько лет он не появлялся Гулялся и не собирался С чего бы это? Ну, жалко ведь его Как-то он А где куда он пойдет? Ужас Ну, и все Он остался Ну, короче, приехал И вот вы ушли на работу Я ушла на работу Дочка на занятия Да, нет, а дочка пошла тоже на работу Мы все по работам Хорошо Возвращаетесь после тяжелого трудового дня? Возвращаемся после тяжелого трудового дня Захожу я И вроде ключ подошел И номер квартиры свой А что-то не то Какая-то она пустая вдруг Чего-то не хватает просто Там в квартире-то самой ничего не было толком Мы с дочкой-то так скромно жили всегда Не хватило самого ценного Смешно даже то, что он взял Золотишко, ноутбук, золота Ну вот так вот все У дочери у своей родной это взять Это вообще уже Не пытались его потом искать? Или было так противно, что решили Вместе с памятью о нем похоронить этот ноутбук? Мы съели и начали хохотать жутко с дочкой Мы хохотали просто от того, что он мог так сделать Неужели так и возможно сделать? Разные, наверное, были Он не был? Наркотики нет? А, о, ну милая моя Было А, ну так что вы хотите? В тот период Так если она знала, что у него с наркотиками проблемы Зачем она его вообще? Нет, она узнала потом Не то, что дочку родную Маму и подставит, и предаст И вот вы от одного урода к другому, к алкоголику Этот вернулся как раз-таки мой первый муж После смерти как раз того мужа второго Который был до этого После, да, он умер, да От алкоголя? Да, он умер от алкоголя Он был очень хороший человек Я его очень любила Никому не мешал, выпьет и сидит на водичку, смотрит, да? Нет Или на огонь? Он был запойным алкоголиком Это страшно очень Не пил, был шикарный отец Он прекрасный человек, очень умный, очень красивый Галень, а не пробовали его лечить-то? Что у Ларисы? Все больницы, которые в Москве Все наркологии, психиатрические больницы А он сам как, объяснял? Сам страдал, небось, да? Он очень сильно страдал То есть, видишь, алкоголь, да? Алкоголь, сколько вы как мужчина видели? Я заметила, вы о всех говорите хорошо Это кто-то вас научил Они все хорошие были Хорошо, и даже третий сумасшедший? Да, очень хороший человек был Прекрасный мужчина Просто такое отношение ко мне прекрасное Кроме одного, в голову вскрывал вам Про свою бывшую жену и ребенка, да? Да, ну вот бесконечно она умеет этот ребенок Ну, бесконечно Ну, хорошо, я очень уважаю его жену Уважаю его детей, там, все это Ну, говорить постоянно о своем сыне О том, что какой у него обалденный сын И что жена ничего не соображает Его лечение Сейчас пойду, ему горлышко закапаю Так это была просто у него отмазка такая, что там горлышко А на самом деле, я думаю, что он между вами и той женой В общем-то, все устраивает Ну, я в том, что говорила, я у него спрашивала Говорю, может быть, ты вернешься? Ой, а он прямо вам так и рассказал Зачем его устраивали вы как любовница? Сказал бы, вы бы ушли бы Конечно Ну, хорошо, но там дальше было самое интересное в его отношении Ну, да, потом он пропал Тоже непрямой человек сказал бы сразу ей, что? Ну, то есть, на город уже ты стерен сана, мясо, и поможешь Ну, это мне не нужна И он вам стал гнать про свои болезни Нет А чего это? Он мне говорит Я сейчас не могу появиться Я сейчас уехал, меня нет в Москве А где ты находишься? Я нахожусь там где-то Там находится очень известный врач-микробиолог Который взялся меня лечить Это врач Я говорю, может быть, у вас какие-то отношения? Нет, нет, ей не до этого, не до каких отношений У тебя одно на уме У него не может быть отношений, потому что везде микробы, а у женщин тем более Да Как мне с ним общаться после всего этого? Через противогаз и перчатки Почему нет? Оригинально, кстати И вы бы позвали Пожарный космический Мой слоник, мой слоник Здравствуйте, вы там за это, за хоботовка Ну, в общем, симфицированный Она его там лечила, лечила, лечила В общем, кучу денег он ей там отдал Полностью она его вылечила А теперь я стерильный Ну, вот что говорят, бабы дуры все Вот две дуры есть Выйду я еще третья дура Галечка, скажите, пожалуйста А вы как насчет шевеления романтического? Вот с этим как все в порядке? Я озвучиваю пожелания нашего героя Что Роза, Роза, Розы надо женить Красавца шляпа Если, кстати, вам мешает шляпа, снимите ее, пожалуйста Дай, положи сзади Вот, молодец Вот, видишь? Вот, дедушка, вот, видишь Ну, наконец Если вы сняли на заджиотелке, значит, спал на чужих подушках Галечка, как у вас? Тем более, по-моему, у вас даже опыт был У вас был мужчина 77-летний Ну, да Вот как там с шевелениями-то? Ну, все нормально было Все нормально? А что с ним? У мужчины все есть, конечно Да, а что с ним произошло? Кстати, поучительная история У нас герой тоже, ну, пять годков не дотянул, но себя Ну, хохотала, небось, да? Ну, нет Ну, что бы Что случилось-то с ним? Ну, сбалил человек И что? Ну, и умер И умер Вот и я про то Заболит человек и умрет тоже Его надо, должно это насторожить Все-то у нее мужчины очень часто умирают Тогда вам остается только показать сюрприз Проходите Ехали на тройке с губенцами А вокруг сияли огоньки Дедуна Тболя, такую музыку Ах! Сейчас начнет припев Дорогой длинной Он боится к ней подойти Да, он там в дороге танцует Халоли Лай-лай-лай-лай Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Такой стаидною Такими струнною Что по началу Как против меня Аплодисменты Спасибо Очаровательная Галя Аплодисменты Ой Вообще Не слышно бы я был Все отлично Валентин Женщина, конечно Красивая Яркая, броская Умная Но видно, что ей в жизни не повезло Но я сомневаюсь, что ей повезет Почему, почему Ну, короче, поподробнее Во-первых, меня насторожило То, что Вот мужчины Как-то Уходят В мир иной Так один ушел Старый мужчина Ушел в мир иной 77 Вы что хотели? Ты так пережил много 77 В общем-то Это как бы ничего странного Нет 77, да ладно Валентин А вам как? Ну, женщина Неплохая, конечно Замечательная Но у меня вкус Маленькая Вот эта блондинка Да, другое дело было Секундочку Да Блондиночка, говорите Блондиночка, говорите Блондиночка, не плохая, конечно Пивка такая Девчонки, ну вот так бывает Ну, извините Вы к нам придете Как в качестве Ну, к тебе подвините Да, да В качестве Пожалуйста Невесты еще Как зовут вас Ольга Оля Вы замужем? Да, я замужем И давно Прямо очень-очень 18 лет, мне 40 У нее трое детей У нее трое детей И хороший муж Да Ну, так А вот так вот Вложая руку на сердце Смогли бы выйти замужем За дедушку? Никогда Пойду его прям так и скажу Спасибо, девчонки Что приняли Вы знаете Хочу вас, Валентин, расстроить Ничего страшного Хоть вы облизываетесь Нет, ничего страшного 40 лет Ей замужем У нее все хорошо Ну, сказала Даже если бы была не замужем Нет, ну вообще-то Я говорю Мне такие нравятся Если бы Ты захотела бы К нему сейчас уйти Он бы тебя забрал Своей тремя детьми Да В свой пряничный домик Тебе понравилась невеста, Роза? Мне очень понравилась Причем смотрится они хорошо Нет, я не знаю Вот как прижмет она его зимними Вечерами Груди своей Просто мне кажется Вот все остальное А потом Все уже знает по поводу Пожилого мужчины Как надо Ухаживать за ним Сильно высокая Большая Большая, да Ну что же у вас 64 квадратных метра Не только маленькие надо Да Валентин, хорошая женщина Очень она мне понравилась Хорошая женщина И она, конечно, одна не останется Но сердцу не прикажешь Большая Высокая Да это же хорошо Когда большая женщина Давай поженимся Теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса Дадут вам совет Днем и ночью Совсем скоро Жениху предстоит Третье свидание После рекламы Смотри на продолжится Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся Я предлагаю Валентину Встретиться С третьей невестой Проходите Здравствуйте, Валентин Мы с вами хоть и не пожинимся Но надеюсь Хотя бы подружимся Хорошо Все, я согласен Спасибо Я забыла Ой, какая симпатичная Мне нравится Мне тоже Да Давайте посмотрим Наталья 45 лет Театральная актриса Преподает живопись В художественном кружке Разрисовывает лица Хоккейных фанатов Во время матчей Мечтает написать книгу И увидеть Эфелеву башню Гордится своими бывшими мужьями Предупреждает, что не любит гладить белье Первый муж Натальи Не вернулся со встречи одноклассников Второй бросил ее через неделю После рождения дочери Надеется, что Валентин Будет ей верен всегда Наталья Во сколько вышли замуж? Я вышла замуж 20 лет По любви? По любви И у вас родился ребенок Да И все у вас было прекрасно И замечательно Пока однажды он не сказал Наталья, мне нужно быстренько сгонять Там на вечер встречи с выпускниками, да? Он сгонял на вечер с выпускниками И встретил свою одноклассницу И пришел через три дня Какие судьбы, да, у женщин История прощения Всех одинаковых Всех бросает Всех уходит Всех изменяет Всех изменяет Наташечка Ну вы его любили И вы понимали, что нужна семья И маленький ребенок И вы сказали Да встречайся ты с этой Олей Только домой приходи Я таких слов хороших Не говорила никогда ему Только ребенка приходи воспитывать, да? А так перебесишься, может быть Да Ушел к ней Эта девочка помоложе была Она год моложе меня Ну это не единственная была Любовь, слава богу, ваша Вы же через какое-то время Да, я встретила другого молодого человека Который на 10 лет младше меня Который меня с таким обожанием на меня смотрел Молодая вообще печаль Видно уже тоже Ну она же молодая Уставшая 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 от жизни А он попросил вас, да, дочку? Да, он сказал, что Наташа, давай У нас вот Хорошо бы у нас был ребенок А хорошо бы в ЗАГС бы для начала Зайти Нет, не звал И все думают Так все так живут Глядишь, заикнулась бы о браке Он бы исчез Правда? Ну он и так исчез у нас Мы его выгнали Когда нам было всего неделя С моей дочерью И роди его исчез А он исчез Как у тебя? Вас не будет 27-летняя разница в возрасте с Валентином смущать? Смущает Смущает Даже Не разница в возрасте Можно честно говорить, да? Да нужно Для чего мы собрались? Немножко не из моей книжки Простоват для вас? Из другого романа Да Из другого теста делали? Из другого теста Я думаю еще, что я старовато для Валентина Я, видимо, мало шевелюсь Да? И вы тоже, да? Да, после 12 Совсем нет Потому что у Паши Тестак за день В 9 утра Ой, я стою рано Укладываюсь в 9 вечера Все Мне ничего не надо Ни дедушки, ни мальчика уже Ничего Тогда зачем пришла-то? А может быть, зашевелюсь А как же, брусски же такое Ну да, с одним будешь лежать бревном А с другим, знаешь Как волчок Начаешь крутить Мне бы хотелось вообще импотента Который по спинке бы погладил И не трогал больше Мне бы хотелось вообще импотента Бедные бабы Может быть, прекратить думать Разница в возрасте Вашего-невашего романа героя И так далее Может быть, просто попытаться дерзнуть снова? А я, наверное Я уже, наверное, так делала Наташа, вы мне безумно нравитесь Вы такая настоящая При том, что актриса Вы такие правильные вещи говорите Потому что мы все притворяемся для своих мужчин Мы все хотим казаться лучше, чем есть на самом деле Моложе, ярче, здоровее Но это не так И вы первые, которые сказали Я уже за свои 45 лет Накувыркалась Хочу рядом, чтобы был родной Любимый Может быть, что-то и зашевелится Когда-то там Но, в общем-то, хочется уже думать о другом И жить как-то более достойно Адекватно своему возрасту Чтобы жизнь облегчила по-хорошему Правда? Но видно у нее по глазам, что она несчастная Она очень обижена на мужчину Да, и обида И пока она не простит Я думаю, что у нее не появится мужчина Да, у меня такое стихотворение было Так, расскажите Страсти нет Мне б любви желанный свет Мне бы веры наскрипсти Мне бы к милому пойти Но, милый, молод Я стара Да и Климакс у двора Моя девочка Как вы мне нравитесь Хорошая Какая умничка, да? Начните себя ценить Нельзя за стакан сока За цветочек За то, что по головке погладил Считать, что это твой мужчина Позвольте себя любить И начните себя любить сами В первую очередь Обещаете мне? Нет, я вам да А сейчас покажите АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я пошла, надев калоши Накинув плащ на рукава И шапку теплую на вате Чтоб не замерзла голова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это ужасно Нет, конечно, она не пара АПЛОДИСМЕНТЫ Ах ты, любовь, любовь, зараза Ах, да чего ж ты довела Два мозоля себе натерла Пока пешком как-то вышла АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, а он, как сказать, это козлик Козлик молодой Браво, браво, браво Девочки мои дорогие Проходите АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наташа, ты молодец просто Что скажете? Наташа красавица Этим все сказано И как она вам? Понравилась Очень понравилась Хорошая женщина А вам, Валентин? Ну, женщина, конечно, хорошо Все шевелится Все худо-нам ходит у нее АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, только вы ей не нужны Как думаете, почему? Ну, я, ну, конечно Такие женщины Таких годах ищут молодых Я уже все изучил Только молодых им нужно Да? Лет по 20, по 30 Скажите, а что вы так Быстренько Шаг назад А у вас есть возможность Побороться за такую Как Наташа А что бороться? Боритесь? А что бороться? Мне кажется, он не выдержал Натиска просто Ты его загоняла Ты его загоняла Вот вы Ко всем обращаемся Нашим женихам Как сваха И как женщина В одном лице Вы прежде чем Независимо от своего возраста Просить Чтобы под вами шевелились Хотя бы один мужчина Пришел и сказал Милая, да отогрею да я тебя Да обласкаю да лежи Ты спи, высыпайся А я этими занимаюсь Нет, вы про шевеление говорите Один надрывает А второй Шевеление требует А где же силы-то взять на всех Одно и тоже Молодец, Наташа Молодец Отсыпайтесь Найдется тот, кто отлюбит Конечно Кто отлюбит Что пылинки будет сдувать Заслужила Наташа Ну тебя надо в форме держать А то он глаза-то какие Всех готовы любить Хватит всех любить Любите одного Видимо такой мужчина не родился Либо он умер уже После рекламы мы узнаем В чью дверь постучится наш жених Оставайтесь с нами Валентин Как вам кажется Есть достойная для вашего друга? Это первая Ольга Она более подходит Валентину Поскольку я почувствовал В ней такую теплоту Спасибо Ваше впечатление о невестах? Все достойные женщины Меня, конечно Да, замечательные женщины Ну Всем пятерки ставлю Спасибо Вот я о чем хочу сказать Мне кажется Большая мудрость Научиться Достойно воспринимать Свой возраст Мне Чего там уж скрывать Неприятно Эта позиция Вот мне 72 Я еще ого-го Мне нужна молодая Чтобы была вертлявая Чтобы была такая Иссякая Я сегодня испытывала За троих Фантастических женщин Какую-то обиду Потому что Глаз вас Радовал только Вот этот образ Василисы А эти достойные женщины Мне кажется Они вас не очень Ну вот так вот Мне показалось Необыкновенная Для молодого Для мужа Просто фантазия От которой он не может отделаться Он придумал себе В этой фантазии Вы женщин не любите Вы потребитель Вам нужна Для вашего хорошего дома Для вашего здоровья Для вашей дальнейшей жизни Для вашего удобства Да ему ничего не надо Кроме секса Не нравимся Найдем у кого импланты побольше И претензий поменьше Имеем право Правда? Правда Правда Василиса А у меня всю сегодняшнюю программу Не покидало просто И удивляло ощущение Что женщины у нас тоньше В массе своей Глубже Сложнее устроены Как-то Они с одной стороны Больше отстрадали И вынесли на своих плечах С другой стороны Они больше очищены Чем большинство мужчин К сожалению И с возрастом Это становится очень заметно Девочки В нашем возрасте Наверное, тут не найти никого Это однозначно Ну что ж Вы выбор свой сделали Поэтому проходите, Валентин Мы вас в любом случае поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс с их номером По телефону Четыре четверки Геннадий, 33 года Номер 2107 Профессиональный массажист Любит читать классическую русскую литературу Ходит в тренажерный зал и бассейн Геннадия привлекает обаятельные брюнетки С красивой улыбкой и женственной фигурой Алиса, 25 лет Номер 2108 Ведущий специалист в страховой компании Занимается колонетикой И латиноамериканскими танцами Познакомится с высоким брюнетом От 28 до 35 лет С серьезными намерениями Мы не знаем, выйдет Валентин один Или с избранницей Давайте его поддержим Выходите все АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты мне понравилась Это очень приятно Мне очень приятно Но у меня есть условия Если вы примете мои условия По поводу вашего Как вы это называете? Романтизма? Романтикой заниматься У нас есть пара Валентин и Ольга Если вы тоже хотите Обрести свое счастье Заполняйте анкету На сайте Первого канала Если вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы И вы хотите С ним познакомиться Отправляйте СМС с именем героя На номер Четыре четвертой Я, Лариса Гузеева, желаю Чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, пожалуйста Удачи У меня был сложный момент Депрессия? Да Василиса, ты как с дуба рухнула Прямо ребенок, нет? Вышло так, что он приходит Плачет Она плачет И я тут вместе с ними плачу Программа получилась о том Что у всех последний трамвай В общем-то Сколько всего о тебе говорят Что я пою Папу Маске Скажи ты меня лучше, мать, слушай А то вообще Уйдешь тут без никого